Сколько у тебя было мужчин? Ох, очень многих мужчин зачем-то интересует этот вопрос. Они неустанно его задают. Мужчин настолько это интересует, что даже когда я проводила прямые эфиры, у меня практически каждый прямой эфир. Кто-нибудь да спрашивал, сколько у тебя было мужчин? Это вообще не мой мужчина? Я его не знаю. Он просто сюда забежал посмотреть мой эфир, и его все равно интересует, сколько у меня было партнера. То же самое в моем телеграм-канале. И дня не проходит, чтобы не зашел какой-нибудь мужчина в чат или в комментарии. Кстати, кто не подписывался, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка под видео в описании и в подсказках. И обязательно спросит, сколько у тебя было мужчин? Вот для чего вы это спрашиваете? Мужчины, скажите мне, пожалуйста, цель какая? Я так смею предположить, что, наверное, часть из вас таким образом пытается вычислить, будет ли женщина изменять в отношениях. Что якобы, если у нее было много мужчин, значит, она обязательно будет изменять. Если у нее было мало мужчин, она изменять не будет. Так вот, я вам скажу, что закономерности в этом нет никакого. Изменять или не изменять может абсолютно любая женщина. Мало того, вам любой практикующий психолог расскажет, что он слышал на сеансах от женщин, которые выходили замуж девственницами, либо имели минимум партнеров. Ну там одного, двух, трех до брака. Вот как раз эти женщины чаще всего склонны изменять, потому что у них не удовлетворено сексуальное любопытство. Они еще не насмотрелись, они не наигрались. Им все время кажется, что где-то там будет лучше. Да, женщины, у которых было очень много сексуальных партнеров и которые практиковали групповой секс, чаще всего будут склонны к тому, чтобы и своего мужчину склонить тоже к свингерству, к групповому сексу. То есть рано или поздно они заведут об этом разговор. Но это совсем не гарантирует, что они будут изменять. То есть нет вообще никакой закономерности. Женщина изменяет в том случае, если она привыкла врать. Вот единственный критерий, по которым вы можете выяснить, будет изменять или нет. Если она очень прямолинейная, такая честная, то есть для нее, у нее в ценностях есть прямолинейность и честность. Ее напрягает врать, ее напрягает играть в какое-то такое двойное дно. Вот тогда высокая вероятность, что она вам изменять не будет. Она будет сначала обсуждать какие-то вопросы с вами, что ее там что-то не устраивает. Она будет как-то объяснять, пытаться найти компромисс или какое-то общее решение. Но она не будет это делать втихаря за вашей спиной. Если же вы замечаете, что ваша женщина очень много врет в мелочах, вроде бы по-доброму. Вот тут соврать подружке насчет платья, которое ей не идет, соврать что-то родственникам, постоянно что-то утаивает, недосказывает и так далее, и очень старается оказаться такой хорошей, правильной. Вот эти женщины как раз в зоне риска. Вот они, скорее всего, и будут изменять, потому что они любую проблему решают враньем. То есть не устраивают ее что-то в сексе. Они прямо говорить не умеют. Вот что-то я начала не устраивать, чего-то я начала не хватать. Она вам не скажет. Она пойдет, тихонечко найдет себя там на стороне и спокойненько займется всем, чем ей надо. И будет тщательно от вас скрывать. Поэтому вот вы мне напишите в комментариях, вот зачем вы спрашиваете. Ну я угадала, правильно? Поэтому вы спрашиваете. Вы пытаетесь вычислить, какова вероятность того, что женщина будет вам изменять. Или вы пытаетесь вычислить, какова вероятность того, что женщина от вас уйдет. Потому что да, вот здесь есть такая закономерность, что если женщина востребована, она легко находит мужчин, отношения, то да, она может в случае каких-то разногласий не очень сильно держаться за отношения. Такое может быть. С такой женщиной действительно бывает сложновато сохранять отношения. Но я вам приведу такой реальный пример из жизни. У меня была знакомая девочка. Мы с ней виделись несколько раз, ну приятельствовали, достаточно много переписывались, приятельствовались. Мы ее с мужем выцепили на сайте знакомств. Был план на ЖМЖ с ней. Ну как-то так получилось, что ЖМЖ у нас не случился. Но мы с ней немножко подружились. Какое-то время переписывались и встречались. Без секса. ЖЖ у нас тоже не было. Хотя я предполагаю, может она и хотела ЖЖ. Ну ладно. Его все равно не было. И она мне как-то рассказывает, чуть ли не со слезами на глазах, что вот, ну я на самом деле очень хочу отношения, я очень хочу стабильности, чтобы у меня был постоянный сексуальный партнер. Но у меня вот, не помню, там ей лет 20-21 был, и она назвала цифру что-то около 25 сексуальных партнеров за всю половую жизнь. Ну то есть это там в течение 4-5 лет. Это при том, что она не бросалась на кого попало. Она выжидала человека, которому действительно потянет. И когда у них происходил секс, этот секс происходил один или два раза, и потом все заканчивалось. То есть в отношении это не перерастало. И она очень сильно переживала. Она говорила, боже, ну как так? Вот я искренне хочу стабильности, я искренне хочу отношений. А так получается, что как бы я не пыталась отбирать мужчин, то есть я уже там и книжки читала, и ролики смотрела, вот как сделать так, чтобы это не была одна-две встречи, а чтобы это завязалось в отношении. У меня не получается. Вот каждый раз меня, ну как бы, ну бросают, грубо говоря. То есть нет продолжения. Ну не то, что бросают, там в принципе изначально, сейчас очень модно не обозначать, что у вас начались отношения. Мы сначала просто присматриваемся к друг другу, мы знакомимся, а потом посмотрим. И вот эти смотрины, понимаете, сами мужчины декларируют эти смотрины. Вот мужчины, задумайтесь об этом парадоксе. Меня это очень сильно возмущает. Вы сами требуете от женщин сначала смотрины, сначала вот просто повстречаемся, а потом будем решать, будут ли у нас отношения. А потом вы же выдвигаете претензии. А почему это у тебя было много партнеров? А как тут не будет много партнеров, если ты с одним попробовала, со вторым попробовала, с третьим попробовала? То есть вот в период поиска, и эта девочка, она не одна такая. Почти у всех женщин такая история. Ну не у всех, но достаточно у многих. Но они вот этих мужчин одноразовых в своей голове даже не считают. И вы никогда в жизни не узнаете, что у неё на самом деле было там 30 человек. Вот у неё было там 3 мужчины, с которыми были серьёзные длительные отношения. И в промежутках между этими отношениями у неё были вот такие одноразовые, с которым она там раз встретилась, два встретилась. Ну может быть там с кем-то она не 2-3 раза встретилась, может даже 5 раз встретилась. Но сами отношения не завязались. То есть он её держит на дистанции, они там встречаются раз в месяц. Понимаете, о чём я говорю? То есть и вот непонятно. И это никак не обозначено отношениями. То есть это какие-то такие поебушки, всё равно в разряде одноразовых, временных. И от женщины это же не всегда зависит. Она может и хочет, чтобы было всё серьёзно. То есть она шла с перспективой на серьёзно. Ну а мужчина слил. И не всегда вычислишь, сольётся мужчина или нет. Ты никогда не можешь знать заранее. Даже если он потратил на тебя какое-то время достаточное. Вы там несколько раз ходили в кафе, в кино. Он купил даже тебе цветы. Он даже купил тебе какой-то подарок. Ну то есть казалось бы, он вёл себя так, что вроде бы перспектива отношений есть. То есть это не было такое, что вы только встретились и тут же занялись сексом. И типа, а что ж ты хотела, вы даже не повстречались. Ну допустим, такая может быть претензия у некоторых мужчин. Нет, даже в таких случаях может оказаться, что тебя раз и подвесили. То есть вот за тобой ухаживали, ухаживали, а потом бац, и тебя подвесили. И неожиданно для тебя это всё равно оказалось одноразовым. И женщины никогда вам не признаются, что у них было 30, а не 3. Они вот этих всех одноразовых не посчитают. Они посчитают только отношения. И скажут, у меня было трое мужчин. Вот этих промежуточных, которые случились в поиск, ну и вообще по независимым от неё причинам. Да, господи, да даже если по зависящим. Неужели женщина не имеет права просто захотеть секса? Вот ей по какой-то причине, там, я не знаю, грустно вдруг, одиноко. Её у неё нет желания играть в брачные игры, вот это вот выдерживать столько-то свиданий. Контролировать, был ли где-то там этот подарок и так далее. А сколько мужчин, высчитывать, сколько он там вложился, чтобы вычислить вероятность отношений. Вот устала, например, женщина от этого. Вот реально устала, потому что это очень утомляет. Поверьте, вот точно так же, как вас мужчин утомляет, вот это вот бегать за женщином, уламывать, уговаривать, то точно так же нас утомляет вычислять, а что будет дальше, просчитывать вот эти все ходы, пытаться понять, что у вас в голове, какие нас ждут перспективы, когда вы нас соизволите бросить или согласиться на отношения. Ну, женщина это тоже всё очень сильно утомляет. Ну, допустим, женщина утомила вот эта вся брачная игра, брачные игры, а общество от женщины требует, чтобы она в эти брачные игры играла. То есть так или иначе, ты вынуждена следовать каким-то правилам, да, ты вынуждена как-то хотя бы не на первом, а на втором-третьем свидании, даже если ты не из тех женщин, которые три недели, месяц маринуют мужчину, допустим, даже, да, и это всё настолько напрягает и нагружает, что в какой-то момент женщина может сказать, да, пошли вы все. Вот я просто хочу сегодня какого-нибудь там мужчину. Вот она себе нарисовала в голове, какого она хочет. Она там вышла на сайт знакомств или куда-то в соцсети, или ещё куда-то, или там, не знаю, она по улице шла и увидела какого-то мужчину, он ей улыбнулся, она ему ответила, и они тут же куда-то поехали знакомиться ближе там в ресторан, и, допустим, тут же занялись сексом в этот же день. Вот женщина имеет право, не желая, и она знает, что всё, я сегодня не играю в брачные игры, я сегодня не ищу отношения, я сегодня не думаю о том, будет продолжение, не будет продолжение, позвонит он мне на следующий день, не позвонит, я сегодня просто выберу себе мужчину и просто кайфово проведу с ним время. Ну, так как я хочу, как будто бы я мужчина. Вот она что, не имеет права? Вот почему вы, мужчины, имеете на это право, а женщина не имеет права на вот такой вот одноразовый секс? И потом просто не согласиться с этим мужчиной, продолжать, допустим, отношения сама. Типа, ты был нужен мне там, для одноразового секса и всё. Вот меня вот эта вот дискриминация очень сильно удивляет. Я понимаю, ну, конечно же, я понимаю, откуда она. Я понимаю, что там ещё 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад очень важно было выйти замуж девственницей, потому что не было ДНК-тестов, не было средств предохранения, и нужно было, чтобы тебя взяли замуж, сохранить эту девственность, быть вот таким вот чистым инкубатором для продолжения рода мужчины. И у женщины, ну, как бы выбора не было. Ей нужно было следовать этим правилам. Сейчас есть и презервативы, и ДНК-тесты, и телегония не существует, потому что вы сейчас начнёте под этим видео мне опять писать про телегонию, я знаю. И телегония не существует, научно доказано, что это всё бред полный. И тем не менее, всё равно до сих пор мужчины продолжают требовать от женщин минимального количества сексуальных партнёров. Себе при этом они готовы позволить всё, что угодно. Они интересуются у женщины, сколько у тебя их было, чтобы что. Вот, а если был один? Скажите, вот был один, вот, например, реально был один. Всё это уже порченный товар, должна быть только девственница или как? А если было десять, или вот сколько у женщины должно быть мужчин? Скажите мне, пожалуйста, напишите в комментариях, сколько у женщины должно быть мужчин. И эти бедные женщины уже, они живут в этом страхе, потому что правила изменились, замуж девственнице уже фиг выйдешь. Обязательно все норовят как-то склонить к тому, что нужно попробовать до брака. Ну, я согласна, что надо попробовать до брака. И ты вроде бы еще решаешь, ну, что вот это будет твой муж, ну, логично, что нужно попробовать до брака, а вдруг вы друг другу не пойдете, ну, несовместимо будете, да? И она пробует до брака, и это оказывается не её муж. Либо они разводятся, либо ещё что-то не так. И женщина как-то вынуждена в этом всё выруливать, потому что, с одной стороны, все требуют от неё максимальной, как это сказать, не чистоты, такое дурацкое слово чистоты, да? Ну, многие мужчины его употребляют, что вот эта девушка чистая, пригодная для отношений, потому что у неё было мало партнёра. А вот эта вот нечистая, непригодная для отношений, потому что у неё было много партнёров. Ребята, мы же живём в современном мире. Зачем это сегодня надо? Вот зачем это сегодня надо? И чем отличается, что у неё был один партнёр или десять до вас? Вот чем? И куда мы приткнём вот этих одноразовых партнёров, которые случились не по её вине? Вот как вы просчитаете, вот как вы, мужчины, сами бы на месте женщины просчитали, вот действительно случатся отношения в этом случае? Вот вроде бы мужчина всё делал. Женщина уже прошла 10 тысяч курсов, женщина уже прочитала 10 тысяч блогов, подписана на миллион психологов, она уже вдоль и поперёк выучила, как себя нужно чётко вести, чтобы секс с мужчиной имел продолжение и не закончился разрывом, чтобы он не был одноразовым. Допустим, она это всё сделала. Там же описана куча манипуляций, всякая фигня. А он всё равно иногда одноразовый получается. И её там на одни отношения 5-6, да пусть даже 2, да? 2-3 вот таких промаха, да? Всё равно какие-то одноразовые случаи происходят. Вот расскажите рецепт, мужчина. Вот как? Вот как быть женщине? Вот если вам так важно, чтобы количество партнёров было прям сильно минимальным. Вот как ей вычислять серьёзность намерений? Тем более, что вот реально же могут не подойти в сексе. Может, мужчина и был в целом серьёзно намерен, но не понравился ему секс, решил дальше не продолжать. Либо он, большинство мужчин вообще как бы и не собирались продолжать отношения, но они умеют искусно манипулировать и преподносить всё так, что всё будет хорошо. он расслабил, она доверилась, а потом бац, и у неё в копилочку. Но вы же никогда не узнаете, что были вот эти промежуточные. Вот как вы узнаете? Особенно, если это более-менее крупный город. Ладно, если там село какое-то, там вы всё узнаете. А если это более-менее крупный город, как вы узнаете, что у неё был секс с одним, со вторым, с третьим в период поиска между отношениями? Ну, вы никак не узнаете. И даже сами себе девушки их не засчитывают, они о них забывают, и они сами себе в них не признаются. Они стараются считать вот тех, с которыми у них было всё серьёзно. А на этих они когда, они сами себе закрывают глаза. Понимаете, в чём прикол? Так что, слушайте, забейте вы уже на эти количество. Оно вам вообще ничего не даёт. Вообще ничего не даёт. Никакой диагностики, никаких прогнозов вы не получите. Кроме того, вот говорят, мужчине важно нагуляться. Мужчине важно нагуляться перед браком, чтобы его никуда не тянуло, чтобы он уже такой сытый был. Вообще я там не видел, там ничего интересного. А чё женщине не важно нагуляться? Вот скажите. Почему мужчине нужно нагуляться обязательно, а женщине не нужно нагуляться? Знаете, вот некоторые мужчины, они приводили какие-то аргументы, они объясняли, что мужчина насытится и успокоится, а женщина не насытится, она развратится, и она не сможет остановиться. Бред. Вот в этом смысле бред, потому что точно так же, как и мужчина может никогда не насытиться. Он может посчитать, что он насытился, а может и насытиться, а может и действительно сказать, да чё я там не видел. И с женщинами та же самая история. Она может насытиться, а может и не насытиться, если у неё было много партнёров. Это не от количества партнёров зависит. Это зависит от склада её психики, от склада её личности. Это зависит от её комплексов. То есть, да, если у женщины было очень много партнёров, потому что она самоутверждалась таким образом, и она не проработала ещё эти комплексы, она всё ещё продолжает, у неё всё ещё продолжает болеть, вот эта тема, и она вступает в брак, не самоутверждившись до конца, она будет изменять, ей нужны будут дальше партнёры, она будет продолжать самоутверждаться. То же самое с мужчиной. То есть, ну, зачем она? А если он нагулялся, самоутвердился, он действительно может успокоиться. Потому что если так разобраться, когда у тебя было очень много сексуальных партнёров, ты понимаешь, что плюс-минус все люди, они, ну, раскладываются по каким-то типажам, и ничего такого особенного уже тебе какой-то новый партнёр не покажет. То есть ты уже, когда перепробовал все типажи людей по нескольку раз, ты уже видишь человека, ты понимаешь, к какому типажу он относится, и тебе не обязательно пробовать с ним секс, чтобы понять, какой будет секс. И ты уже не особо стремишься это всё пробовать. А когда у тебя вот этот голод, интерес, любопытство, ты его насыщаешь, 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 да? И когда ты его насытил, тебе уже хочется вот это спокойствие, какие-то более-менее стабильные отношения. Ну да, может быть, там раз в несколько лет тебе может захотеться какой-то новизны, всплеск каких-то эмоций. Но тогда такие люди, вот если они вот прям уже действительно насытились, вот всё про себя поняли, всё про людей поняли, они чаще будут предлагать друг другу либо какие-то разовые походы в свингер-клубы или на кинки-пати, чем идти изменять. Потому что рисковать целыми отношениями, ради того, чтобы просто освежить эмоции, ну не все люди будут, правда, согласны? Если отношения достаточно ценные, то они постараются как-то по-другому это всё сделать. Так что, ребят, я не знаю насчёт количества сексуальных партнёров, что вам это даст. Я вам так скажу, что я в первом браке была 10 лет, я ни разу не изменила мужу. Хотя до него у меня было очень много сексуальных партнёров, и я так очень нагулялась. И для меня очень важно было не врать, не обманывать. И я для себя не видела смысла. То есть я действительно понимала, что, ну а чё я там не видела? Ну зачем рисковать этими отношениями? Зачем нужны эти измены? Ну и вообще у меня такая аллергия на вот эту двойную жизнь, на вот это всё лицемерие. То есть вот у меня было много партнёров, но у меня аллергия на лицемерие и двойную жизнь. То есть если вдруг я и захочу какого-то разнообразия, я скажу об этом прямо. Я не буду врать, юлить, втихаря где-то кого-то искать. Я скажу, слушай, пошли на свинг-пати, или давай там посвингуем, или давай там устроим МЖМ или ЖМЖ или ещё что-нибудь. Понимаете? Так что, в общем, ну задумайтесь, вот задумайтесь, а зачем вам надо знать количество партнёров? И даже если вы его знаете, уверены ли вы, что вам скажут правду? А если вам скажут неправду, уверены ли вы, что вы сможете это хоть как-то перепроверить? И какая разница между 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100? Вот какая разница? Напишите мне в комментариях. Вот мне искренне хочется понять, какая разница? Было там 2, 3 партнёра до вас. И вот такой аргумент ещё, вот в неё засовывали столько всего, столькие люди пользовались. Подождите, а вы тогда, ну то есть вы сами девственник, да, то есть вы никуда ничего не засовывали, да? Ну окей, хорошо, если вы хотите девственницу, тогда вы тоже, наверное, должны быть девственником. Если у вас была одна-две партнёрши, ну окей, наверное, тогда справедливо, чтобы девушка ваша имела 1-2, но вы всё равно никогда не узнаете точно, был там 1-2. Ещё мне вот кажется, некоторые мужчины очень завидуют и комплексуют женщинам. Женщинам легче находить секс, мужчинам тяжело находить секс. И мужчины понимают, что в среднем у женщин обычно секса больше бывает в жизни и легче его как бы достичь. То есть женщина поступает большое количество предложений секса, от которого они отказываются, да, и они выбирают себе. А мужчины, наоборот, к ним не поступают никаких предложений. Они в основном эти предложения кому-то приносят и получают отказы. И, конечно же, у мужчин так вот как я это вижу. Вот мне кажется, они сидят и злятся. Сучки, вы тут у вас столько, вы ебётесь, а мы, а у меня, а у меня там всего две девушки в жизни, и то таким трудом достались, и то я так тяжело их там добивался. А ты вот такая сучка, у тебя там 20 партнёров было. Вот мне кажется, примерно так. Вот идёт какая-то зависть, какая-то конкуренция нездоровая. А не надо тут ничего конкурировать. Во-первых, так устроена жизнь, что у женщин много предложений, у мужчин, даже у классных, красивых мужчин у них мало предложений, им приходится тратить огромные усилия, чтобы раздобыть их. Хотя вот непонятно, вы тратите столько усилий, раздобыть секс, а потом вы сами отказываетесь от отношений, подвешиваете женщин. Как это моя знакомая рассказывала, что она бы и хотела отношений, но сами мужчины её подвешивали. Вот так вот. Что думаете? Такая очень ширная пища для размышлений. Потому что мне вообще, вот мне понятно, девственница или не девственница. Вот тогда это ещё хоть какой-то смысл имеет. Хоть какой-то. То есть ты или девственница, или не девственница. Но если ты уже не девственница, какая хрен разница? Два, три, пять, десять, двадцать, пятьдесят, пятьсот. Какая разница? Какая? Всё, на этом буду заканчивать. Пишите обязательно своё мнение, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. И я вас всех люблю. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok